Мало ли, много ли тому времени прошло, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь Купецкая, красавица писаная. Ничему она уже не дивуется, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют, и все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня, и видела она, что недаром он зовет ее госпожою своею, и что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей его голоса послушать, и захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных. Стала она его о том молить и просить. Да зверь лесное чудо морское нескоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными. Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так, говори со мной, мой верный раб. И мало спустя времечко побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, во сады зеленые входила во беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчевую. И, говорит она, задыхаючись, бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной. Говорит таковые слова, «Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей не убоюсь я и рева звериного, говори же со мной не опасаючись». И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос, страшный, дикий, язычный, хриплый и сиплый. Да и то говорил он еще в полголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь, купецкая, красавица писаная. Услыхав, голос зверя лесного чуда морского, только со страхом своим совладала, и виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась. И стало у ней на сердце радостно. С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры, почитай целый день. Во зеленом саду на гуляниях, во темных лесах на катаньях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь, купецкая, красавица писаная. «Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?» отвечает лесной зверь чудо морское. «Здесь госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг». И не пугается она его голоса дикого и страшного. И пойдут у них речи ласковые, что конца им нет. Мало ли, много ли тому времени прошло. Скоро сказка сказывается. Не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери купецкой, красавице писанной, увидеть своими глазами зверя лесного чудо морского. И стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается. Да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Не только люди. Звери дикие его завсегда устрашалися и в свои берлоги разбегалися. И говорит зверь лесное чудо морское таковые слова. Не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал тебе я свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты. Мы живем с тобой в дружбе, согласии друг с другом, почитай, не разлучаемся. И любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную. А увиди меня страшного и противного, возненавидишь ты меня несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски. Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается, и что не разлюбит она своего господина милостивого. И говорит ему таковые слова. Если ты стар человек, будь мне дедушка. Если середович, будь мне дядюшка. Если же молод ты, будь мне названный брат. И поколь я жива, будь мне сердечный друг. Долго-долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова. Да не мог он, просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть. И говорит ей таково слово. Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье, и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад, в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи, покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное и свое тело безобразное. А коли станет, не в моготу тебе больше у меня оставатися. Не хочу я твоей неволи и муки вечной. Ты найдешь в опочивальне своей у себя под подушкою мой золот перстень. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого. И ничего обо мне никогда не услышишь. Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась, молодая дочь купецкая, красавица писанная. В те поры, не мешкая, не минуточки, пошла она во зеленый сад, дожидатеса часа урочного. И когда пришли сумерки серые, опустилась и залез солнышко красное, проговорила она, покажись мне, мой верный друг, и показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах. И не взвидела света молодая дочь купецкая, красавица писанная. Сплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди, сзади горбы великие верблюжие. Весь мохнатый отверху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, но с крючком, как у беркута. Глаза были совинные. Полежавший долго ли, мало ли времени, опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писанная и слышит, плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным. Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышите, и пришло мне умереть смертью безвременную, и стала ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым, нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей, покажись мне теперь же в своем виде давешним, я только впервые испугалась, показался ей лесной зверь чудо морское в своем виде страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она не звала его, гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная, на другой день увидала она зверя лесного чудо морское при свете солнышка красного, и хотя сначала разглядя его испугалося, а виду не показало, и скоро страх ее совсем прошел, тут пошли у них беседы пуще прежнего, день день ской почитай не разлучались, за обедом и ужином яствами сахарными насыщались, питьями медвянными прохлаждались, гуляли по зеленым садам, без коней катались по темным лесам